Добрый вечер! И в очередной раз вы подарили жителям столицы, гостям столицы очередной праздник, да? Вот я лично сфотографировалась с Винсаном Касселью. Представляете, какое для меня счастье. Вы знаете, скорее всего, я в ответ хотел бы сказать, что я благодарен жителям города и властям города, которые подарили нам праздник. Потому что все, кто приехал сюда на фестиваль, все были в восторге от того, как выглядит город. А вообще идея кинофестиваля Астана, проведения именно в нашем городе, это чья идея? Вы знаете, она родилась в разговоре с Эммангалитой Магомбетовым. Я здесь был в Астане, увидел город, красивый, предложил. И как-то мы в разговоре решили, что это правильная вещь для этого города, подарить ему фестиваль. Когда вы делали свой первый кинематографический фестиваль, вы думали о том, что он станет ежегодным? То есть верилось в это? Да, верилось, конечно. Верилось, мы не знали наверняка, но верилось, что он станет ежегодным. Потому что идея самого фестиваля, она уникальна, она простая, она органичная для этого города. Смысл его очень простой. Это не праздник кинематографистов для кинематографистов, а это праздник, который устраивают кинематографисты для жителей города. И не случайно именно вы выбрали такое время, когда... Ко дню города, да? Да. Ну это не был не я, выбрал Аким города, потому что он лучше знает, когда это все должно происходить. И то, что касается меня, то идея самого фестиваля, фестиваль, который для зрителей, а не для кинематографистов, это вот очень важная вещь. И очень важно еще, что у нас в кинофестивале нет конкурса. То есть у нас нет соревнований между кинематографистами, кто лучше сделал фильм в прошлом. Поэтому нет никаких интриг, нет никакого... Критики, в общем-то, да? Нет критики, она нас мало интересует. Вот. У нас есть... Мы показываем лучшие фильмы в жанровом кино, фильмы-боевики, фильмы-фэнтези, научную фантастику. Отбором тех людей, кто приезжает, кто приедет на кинофестиваль, вы лично занимаетесь? Лично я не занимаюсь, но я как-то в курсе того, что происходит. И очень многие из них... Они приезжают под задачи, они не приезжают просто так отдыхать сюда. Особенно в этом году. Это фестиваль наконец встал на рельсы, я так чувствую. Идея превращения Астаны в такой хаб, в такое связующее звено между кинематографиями Китая, Японии, Кореи, России, этого региона, начало реализовываться в этом году. Да, мы пригласили сюда впервые и пригласили по 30 человек студентов из трех стран. Из Китая, Кореи, Японии. Это молодые ребята, им там по 22-20-22 года. Они приехали сюда, всего это было 100 человек. Плюс к ним добавились еще 30-40 человек наших, молодых ребят кинематографистов. Как им повезло, да? Получился такой вот коллектив, 120 человек, которые в течение трех дней как... Не пропускали. Как работали... Нет, работали как... Да, вот чему они обучались? У них были задания. Акценты были какие? Во-первых, у них были курсы по костюму, по декорациям, по освещению, по монтажу и компьютерной графике, по режиссуре, по менеджменту кино. Они многое увидели, глаза открыли. Потому что их с ними встречались те люди, которые делали такие фильмы, там, «Продюсер», который делал такие фильмы, там, «Храброе сердце», там, не знаю. То есть люди, которые делают самое передовое кино. То есть современное. То есть это не люди, которые когда-то делали кино. Когда-то, когда-то, да, учились. Это приехали люди, те, кого я знаю, с кем я работаю. Я могу пригласить только кого я знаю. Потому что они, в общем-то, приезжают сюда, в том числе и... Просто поддержать друга. Просто поддержать друга. Ну, единственный вопрос, Тимур, знаете, я хотела спросить, что делал Аркадий Укупник на киновестивале? Аркадий Укупник, ну, есть часть, это вот то, что осталось от... Часть необходимая, наверное, фестиваля. Все-таки это праздник для жителей города тоже. И они хотят видеть людей, которых они любят. Поэтому сюда приехал Винсент Кассель, поэтому сюда приехал Укупник, приехала Лиза Боярская. Они не читали лекции, они не занимались, не участвовали вот в этом процессе создания этой вот киношколы, что ли, такой вот, да, в Астане. Они приехали для того, чтобы развлекать жителей города. Вот касательно о мастер-классах, да, вы нам много интересного рассказали. Вот действительно давно созрела уже та идея создания киношколы. Сама идея, как трансформируется наш фестиваль, она говорит о том, куда мы движемся. Мы движемся к тому, чтобы в Казахстане появилась киноакадемия, киношкола, которая могла бы вырастить кинематографистов будущего из стран Азии, Китая, Японии, Кореи, Казахстана здесь. Потому что Казахстан обладает уникальной особенностью, сама политика государства, и исторически это территория, которая, земля, которая не конкурирует ни с одной из больших держав, ни с Китаем, ни с Кореей, ни с Японией. Хотя они между собой очень активно исторически конкурируют и враждуют. И это единственное место в Азии, которое может стать центром, куда они все могут приехать и вместе общаться. Это ваша идея, да, создание киношколы? Да, наверное, да. А власти наши готовы поддержать? Да, нас первый шаг уже поддержали. Нам выделили какую-то территорию, замечательное место, недалеко от Хан-Шатыр, где мы должны начать строить. Сейчас мы собираем всех заинтересованных в этом лиц, структуры. Вы сами будете курировать эту киношколу? Я думаю, что без этого я бы не говорил сейчас здесь об этом. И интересная вещь, потому что город, в нем можно снимать Америку будущего. То есть у меня был мой продюсер, приезжал Джон Келли, с которым мы снимали фильм о Линкольне. И он посмотрел и говорит, вот здесь можно снимать Америку в будущем. В этом году вы открывали кинофестиваль своим фильмом «Президент Линкольн. Охотник за вампирами». То есть вообще у вас образ, вы знаете, специалиста по вампирам сложился. И по... Вы помните, если была такая рекламная компания «Банк Империал» в 90-х годах? Да, да, я помню. Да, я снимал очень много историй про великих... Исторических речей. Да, Чингисхан, Цезарь, да, по-моему? Цезарь, Тамерлан, Екатерина, Наполеон. И вот Линкольн – это как раз проект, который в себе сочетает две вещи. Те притчи, очень полезные и поучительные притчи про великих мира сего, сочетаются с жанровым кино, с современным развлекательным кино. Так что... Как вы думаете, вот сможет ли повторить этот фильм, кассовый успех, например, фильма вашего же фильма особо опасен? Не думаю, потому что, в общем, затея очень рисковая оказалась. То есть мы соединили две вещи, которые никогда в жизни никто не соединял. Так называемый фильм «Байопик», то есть фильм биографии, автобиографии реального человека и сумасшедшее кино про кровососущих гадов. И получилась такая вещь, которую, в общем, никто никогда не делал. Вообще... Вы же очень сильно рисковали, тем более, вы же понимаете, вы же не знаете, как вы зацепили американского зрителя. Вы знаете, я всегда рискую. Да? Без этого невозможно заниматься нашей профессией, потому что от нас же зритель всегда ждет того, что мы его удивим чем-то. Ну, вы знаете, когда вы снимаете коммерческое кино, да, вот, и когда в вашем фильме играет Анжелина Джули, вы же уже понимаете априори, что фильм уже успешен, да? Здесь вопрос всегда в задаче и в... ну, и в удаче. То есть бывают совершенно разные ситуации. Но так получилось, что все фильмы, все время, что я делал, все фильмы, они всегда, во всяком случае, для меня, ну, и, похоже, и для кино в целом, они являются каким-то шагом в какую-то новую, неизвестную... Ну, потому что когда вы начали снимать вот ваши вот эти вот летающие камеры, да, то есть какая-то вот непонятная графика, мне кажется, после вас вот эту манеру начали использовать многие другие режиссеры. Нет, я не думаю, что это касается камер, я думаю, что камеры летающие были... Ну, это не камеры, я не знаю, как это у вас называется. Знаете, что нового было, во всяком случае, дозоры, когда они вышли в Америке, их знают везде. Я был сейчас на авианосце Авраам Линкольн в Персидском заливе. Мы показывали фильм про американского президента Линкольна солдатам, ну, морякам корабля авианосца Авраам Линкольн. И во время, в огромном ангаре среди самолетов-истребителей, каких-то бомбардировщиков, был натянут экран, и там показывали этот фильм. После того, как отгремели аплодисменты, закончился просмотр, и ведущий спросил моряков, у кого есть какие вопросы. Там человек тысячи две, там тридцать сидел. Какой-то молодой человек встал, солдат, из какого-то ряда, там взял микрофон и спросил, когда будет продолжение ночного дозора. То есть, ночной дозор... Он переводился, да? Он, да, он шел, везде его знают по всему миру, как ни странно. Знают те, кто любит кино, и он послужил каким-то вот переломным моментом в кино, и в американском, в частности, когда эти фильмы жанровые про вампиров, про каких-то магов, волшебников, когда они стали серьезнее. Потому что до этого они, как правило, были просто очень, ну, развлекательным кино, таким, добро, зло, добро всегда побеждает зло, там вопрос, когда... Все очень было предсказуемо, да? Вопрос, когда только победить, там и так далее. А дозор, он же, благодаря замечательному роману Сергея Лукьялинка, он говорит о том, что там добро не всегда является злом, добром, а зло не всегда творит зло, оно иногда творит добро. Он говорит о том, что мир гораздо сложнее, и у человека есть выбор каждый раз, и он должен выбирать по-настоящему. Он не может сразу сказать, вот это хорошо, это плохо. Он должен реально пропустить через себя. Ну, об этом фильм. И до этого такого не было в жанровом кино, потому что оно было более детским. Все эти «Человек-пауки», там, все они были, это детские фильмы. А как пришла вот к вам эта идея, да? Почему вы именно решили вот так вот объединить то, что... Она пришла из... Вы имеете в виду, что про Линкольна? Да, про Линкольна. А про Линкольна к идее пришла эта книга, написанная... Она была бестселлером, одной из самых продаваемых книг в Америке. Вот в тот период, когда мы ее выбрали. Эта книга написана писателем Сет Грэм Смитом. Называется она «Аврам Линкольн. Оходник на вампиров». И когда я увидел... Еще книги не было, я увидел только заявку на книгу. То есть первые страницы написаны автором. И с ним Бертон мы вместе увидели эту идею саму, о том, что Линкольн был охотник на вампиров. И это исторически достоверно выглядит. То есть всю американскую историю можно интерпретировать как историю борьбы с вампирами. То есть американцы уже с этой историей знакомы, да, получается? Ну, они узнают... То есть, зная в школе свою историю, они вдруг видят, как их история переплетена с вымыслом. И это показалось нам чрезвычайно любопытным, потому что это способ, как рассказать про настоящую историю, про суть того, что происходило в Америке. Не всегда же... У нас же есть поэтический язык, не все. И часто гораздо понятнее историю воспринимать через поэтические образы, а не через факты и даты. Фильм снимался в Новом Орлеане. Снимался он в тех местах, где реально проблема гражданской войны американской, про которой идет речь, была очень актуальна. И там все это было живо. Вы сами довольны фильму? Я доволен. Я доволен тем, что у нас хватило смелости взяться за такую острую тему. Это очень рискованно, потому что мне вот интересно, как американцы сами отнеслись. Вы знаете, где... Все американцы пошли сразу в кинотеатр. Американцы очень неоднозначно отнеслись к фильму. К фильму очень много было... Очень противоречивые мнения были. Очень... Одна часть, в которой, наверное, есть чувство юмора и есть чувство любопытства к экспериментам подобного рода. Они восприняли это все с большим энтузиазмом. Часть американцев, которая все-таки... Как я понял потом, я этого не сразу понял. Мне казалось, что американцы очень... Очень патриотическая... Очень сильная патриотичная нация. И они вышивают флаг каждый день, каждый праздник у себя. А разве не так? А вот у меня подозрение возникло, что это миф, который... Который они сами и создали. Который как бы не соответствует действительности. Потому что любопытство должно было его заставить пойти посмотреть. Даже если ему это кажется... Не понравится. Или он против. Не важно. Но это им не важно. Оказал... Мне кажется, что что происходит? Что на самом деле вот этот миф о патриотизме, он немножко относится к недалекому прошлому. А сегодня страна переживает какой-то более сложный момент. Когда Линкольн и... Ну как икона государства. Он один из столпов государства. Он чуть-чуть как у нас когда-то Брежнев. Когда в брежневские времена у нас был Ленин. Как-то так вот. Ну что-то такое еще висит где-то на стенах везде. Но уже... А отношения уже нет, да? Отношения уже нет. Перед созданием нового фильма, да, какую главную цель вы перед собой ставите? Цель очень простая. Прежде всего это то, что тебя волнует. То, что тебе интересно в жизни, любопытно. Ну, видите, то, что вам интересно, может быть неинтересно зрителю. Да, да. Но это второй вопрос. То есть прежде всего это то, что тебе любопытно самому. И то, что тебе интересно самому. И хочется самому увидеть на экране. То есть ты хочешь это увидеть, а этого нет. Это первое. И это в каком-то смысле соответствует характеру. Должно соответствовать характеру режиссера и моему характеру. И удивительная вещь, что это очень свойственно характеру казахского народа тоже. Просто любопытствую, просто интересно, что получится. Естественно, потом, когда ты должен этот проект реализовать, свое любопытство хочешь удовлетворить, ты должен вовлечь в это много людей. Продюсеров, актеров. Которые интересуются этой же темой, которую вы выбрали. И в этот момент проверяется. В этот момент ты проверяешь то, что тебя волнует, ты рассказываешь людям, их убеждаешь. Если у тебя получается собрать этот коллектив, собрать единомышленников и начать этот проект, значит, у тебя все вроде нормально, то есть ты не ошибаешься. Если ты не можешь что-то сделать, значит, либо у тебя недостаточно это глубоко засело, либо это никому больше не интересует, кроме тебя, это твоя личная проблема, и тогда это все умирает. Судя по вашей работе, пока ваши интересы и интересы зрителя не совпадают. Слава Богу. А когда вы почувствовали это, что вы стали успешным и режиссером, и продюсером, что у вас что не фильм, успех, да? То есть когда вы это почувствуете? Вы знаете, я этого не чувствую до сих пор. Я чувствую, что каждый раз это как случайное совпадение и удача. Ну неужели? Потому что вас признали лучшим иностранным режиссером, да? То есть в Голливуде, представляете? Ну, я просто не представляю. Мне кажется, об этом даже мечтать как-то вот, да, опасно. А вы уже просто осуществили эту мечту. Хотя, может быть, да, это... Я вот честно скажу, что это, наверное, не так. Это просто так случилось, совпало. Потому что, на самом деле, я знаю многих режиссеров, которые, как мне кажется, лучше, чем я. Ну, так вот просто получилось. Если вот взять киноиндустрию в Казахстане, да, последние пять лет делаются определенные шаги. Вот какую бы вы, как профессионал в этой области, дали оценку развитию кино в Казахстане? Я не судья, во-первых. Я не могу судить. Но у вас есть свое мнение? Первое. Во-вторых, я понимаю, насколько сложна ситуация вообще с кинематографией в Казахстане. По одной простой причине, что для кино искусство массовое, и в стране, в которой живет меньше, чем 20 миллионов человек, создать собственную кинематографию крайне-крайне сложно. Просто потому, что экономика этого процесса всегда будет... Ну, просто невыгодно. Всегда будет сложно окупать фильмы, конкурировать с другими фильмами, которые приходят сюда, с большими громадными фильмами, которые продаются. Приходят и зрители их смотрят. Очень трудно конкурировать. То есть нужна своя ниша. Как правило, эта ниша связана с комедиями, по телевидению уже идут собственные телесериалы, и у них рейтинги, я думаю, больше, чем американских сериалов. Я так правильно понимаю? Нет, у нас сейчас самые высокие рейтинги... Корейские. Нет, не корейские, уже турецкие сериалы. Я одно хочу сказать, что мне кажется, что было великое событие в казахском кинематографе, когда умные люди отправили группу молодых кинематографистов к одному автору, к Сергею Соловьеву, чтобы он их научил снимать кино. И принципиальный вопрос был то, что это не по одному отправляли в разные университеты, в разные киношколы, а это что-то поехала целая группа, и она прожила вместе 4-5 лет в Москве, и они вместе все. Ну, мы всех их знаем, Рашид Ногманов, Апримов, и они все вместе в конкуренции. То есть это была какая-то одна волна, да? Одна волна, да. Это было очень правильно сделано, я думаю, что это... я не знаю, нужно ли это повторять, потому что каждый раз... Я думаю, что это очень хорошая рекомендация. Это одна была вещь, она была очень хорошая. Второе, это то, что... ну, и совпадение, что Сергей Соловьев был тогда очень живым и мощным режиссером. Второе, мне кажется, что Казахстан, то, что я считаю, что правильно делать, Казахстан, и мы это делаем сейчас в фестивале и киношколу, которую мы собираемся открывать, это место, по тому, какой характер у народа, это место, которое может стать центром, площадкой, на которой соберутся кинематографисты Кореи, Китая, Японии. Они в Астане будут снимать свои фильмы, показывать их в своих странах, и постепенно здесь появится инфраструктура, появится... Таким образом мы можем тогда, получается, развивать, да? Конечно, мы должны... Потому что очень многие режиссеры говорят на эту тему всегда о том, что либо если снимаешь фильм, то нужно очень ограниченный бюджет для того, чтобы отбить эти деньги, да, и собрать, потому что любой режиссер и продюсер, он же хочет заработать на этом фильме. Заработать, это слово неправильно, я считаю, что неправильно так вопрос ставить. Он хочет, чтобы у этого фильма был зритель. То есть книжку можно написать и положить... Она может лежать сто лет, потом ее найдут, прочитают, и все. В кино так не бывает, потому что оно устаревает через год, два, три, оно уже... Уже мир меняется. Старые фильмы очень трудно смотреть, кроме тех, которые ты смотрел с самого начала, полюбил их, и потом пересматриваешь много раз. Поэтому мне кажется, что кино, оно требует зрителя. То есть кино нет, пока нет зрителя, пока залы не наполнились людьми. Фильма нет, есть просто пленка, которая, ну пленка сейчас вообще цифра, которая не является кино сама по себе. А как заставить человека прийти на ваше кино, да? Никак, это нужно... Бывают разные вещи. Бывают идут на известного режиссера. Бывают, как там Тим Бёртон, или как там Клентин Тарантино, или там есть режиссеры. Бывают идут на актера, потому что все знают этого героя, знают там Джонни Деппа, который в этот раз опять будет всех как-то смешить и развлекать. Или Анджелину Джоли, которая будет опять убивать каких-то много мужчин. Из-за этого женщина будет ее очень любить, потому что она выглядит сильной и уверенной. Иногда идут на бренд. Например, Дисней. Все знают, что если Диснейский фильм, значит это будет для детей, будет весело, для семьи будет всегда... Или там вот мы, Базилевск, моя компания московская, которая выпускает фильм «Елки», каждый год выпускала. И люди просто знают, что эта компания выпускает эти фильмы. И в этом году будут не «Елки», в этом году будет фильм «Джентльмены удачи». Да, но это будут те же самые «Елки», просто в другом. И, кстати, очень интересно для Казахстана, потому что у нас в каждом фильме у меня есть какой-то, ну, привет Казахстану в истории с «Джентльменами удачи». Режиссер Саша Баранов, он сам родом из Казахстана, он выбрал в качестве того объекта, который они все ищут. Раньше это были тут шлем Александра Македонского, а теперь они ищут золотого человека, которого привезли на выставку в Петербург, в Эрмитаже. И его похитили, вот те самые негодяи, весь фильм его ищут. Хочется узнать, как вы начинали, если возвратиться много-много-много лет назад, да, потому что наверняка не сразу вы сняли большое кино, не сразу вам, значит, было признание. Начинал я как режиссер. Я начинал в Алма-Ате на киностудии «Казахфильм». В 91-м году снимал фильм, который назывался «Пешаварский вальс» с актерами из Казахстана. История про восстание на военной базе в Пешаваре, в Пакистане, когда пленные, советские военнопленные подняли бунт и захватили базу и держались до последнего. Такой фильм о героях той войны афганской. Фильм был снят в 92-м году, он вышел, по-моему, в 93-м. И получил много призов на разных фестивалях по всему миру. К сожалению, в то время не было кинопроката никакого, не было кинотеатров, все были закрыты, была перестройка. И у него не было судьбы зрительской. То есть его все смотрели на каких-то кассетах, но в кинотеатрах его не было. Вот с тех пор дальше я, поскольку я, это такая травма психологическая, что ты делаешь кино, а его кроме критиков никто не видит, она меня сподвигла на то, чтобы перейти в другую область, в область рекламы и музыкальных клипов, где я с 92-го по 98-й год, 99-й, провел замечательное время, снимая рекламные ролики. Но это вы уже делали в России. Да, это уже было в России, но вы знаете, три я точно снимал в Казахстане. При первой возможности я находил, я пытался снимать здесь. Я снимал ролик про Тамерлана, который камни собирал, это было недалеко от Алматы. Снимал ролик про Чингисхана, его мало кто верил, если бы вы показали, было бы очень здорово. Я вам найду этот ролик, его очень хорошо было бы показать. Он очень актуальный сегодня. Про Чингисхана, который решал, кому из сыновей оставить трон. Потом дальше появились дозоры, я снимал здесь дозоры, дневной дозор снимался под Алматой. Почему вы не остались у нас в Казахстане? Я живу там, где я работаю, так устроена наша профессия, как чабан, как пастух. Он идет за овцами. Это вот ваше казахское, да, вот это вот, вы кочевник. Ну да, куда они идут, туда и ты идешь. Для нас овцы это вот кинопроекты. Вот кинопроекты у тебя происходят, у меня был там, снимал я особо опаснее. Я прожил в Праге там год почти, потому что мы снимали там в Праге. Потом был фильм «Счастлинг», и я прожил в Новом Орлеане почти тоже год. Так что мы идем за проектами. А дом, дом где ваш? Дом в самолете, который движется от одного места к другому. Нет вообще такого ощущения у меня, как место, где я должен жить. И потом я вас глубоко хочу заверить, что все, что я делаю, можно спокойно... Поскольку я родился в Казахстане, все, что я делаю, можно называть казахским кино. Поэтому я не вижу в этом ничего нелогичного. Но тем не менее у вас российское гражданство, да? Ну, не знаю, мне кто не даст гражданство, я могу и казахский. Нет, подождите, паспорт у вас какой? Паспорт у меня российский. Российский, да? По большому, честному скажу, я гражданин Советского Союза по-прежнему. Это нельзя поменять. То есть то, где ты вырос, это и есть та страна, в которой ты живешь. Де-факто. Де-юре я гражданин России, но де-факто я гражданин той страны, в которой я родился. И применять это уже невозможно. А вы себя видите только в кинематографе? Если бы вам завтра предложили стать министром культуры... Вы знаете, я, наверное, не смог бы. Не смогли бы, да? А были предложения? Нет, не было. Я просто не смогу. А почему? Ну, потому что мне нравится тем, чем я занимаюсь. Во-первых. Во-вторых, у меня очень хорошее отношение со всеми здесь. Как только я останусь здесь и буду заниматься тем, чем мы предложили, то у меня, соответственно, появятся отношения, будут совершенно не такие, со всеми людьми, а мне этого не хочется. А что для вас главное в жизни? Двигаться вперед. Снимая фильмы? На самом деле, знаете, на самом деле, две вещи. Перемещаться географически. Не снимая фильмы. Фильмы – это способ перемещаться географически. Просто перемещаться. То есть мне всегда хочется куда-то, где-то географически двигаться вдоволь. А через какое время у вас начинается желание? Вот вы приехали в какую-то страну? Да, максимум месяц. Максимум месяц. Два месяца. Вам уже нужно куда-то вот ехать, да? Вы начинаете думать, что где-то дальше можешь оказаться. Это первое и второе – встречать новых людей интересных. Вот эти две вещи. А прежде всего, на что обращаете внимание? Что я могу нового узнать от человека? Да даже, скорее всего, это первое. Первое – это то, где первое, самое главное – это как повстречать человека, от которого ты можешь что-то узнать новое. А для этого нужно перемещаться географически часто, чтобы находиться новых. У вас очень много друзей, и каждый год я вижу, что вас поддерживают голливудские звезды, да? В прошлом году. Вот на первый кинофестиваль приезжал Дольф Лунгрен, приезжали Хилари Свонг, да? Приезжал даже Майк Тайсон, да? Вот как Майк Тайсон появился. Майк Тайсон замечательно. Это опять-таки, это то, что я хотел бы себе. Я чувствую ответственность перед городом, который этот фестиваль поддерживает и принимает у себя. Я понимаю, что мне кажется, людям Астаны очень хочется встречать новых людей, гостей, чтобы они приезжали. Я по себе сужу. Что мне в жизни хочется, я считаю, что жители Астаны хотят того же самого. Они хотят просто общаться, общаться, общение с людьми, с интересными людьми, которые могут чувствовать. Или вот просто бесплатно? Вы знаете, все по-разному. Кто-то как артист приезжает, кто-то приезжает просто потому что... А вот Винсан Кассель приехал за деньги? Я не знаю. Я не знаю. Это надо спросить у тех, кто организует приезды. Ну, потому что привезти в Астану Винсана Касселя, я думаю, что должен быть какой-то очень хороший стимул, да? То, что я знаю его впечатление о городе, я думаю, что он приедет сюда еще не один раз, потому что он тоже повстречал здесь людей, с которыми ему наверняка захочется. А еще, знаете, есть какая-то информация? Вас, например. Говорят, да? Спасибо. Говорят о том, что, например, что многие звезды голливудские, да, приезжают к нам в Казахстан, ну, на ваш кинофестиваль, да? То есть и у многих есть какая-то вот такая корыстная, да, цель, потому что все слышат о Казахстане, как о богатой нефтяной стране, и что здесь можно снимать какие-то фильмы, да, что вот в прошлом году приезжал. Я был бы рад, чтобы у людей была корыстная цель по отношению к Казахстану. Я думаю, что чем больше корыстных целей будет у людей по отношению к Казахстану, тем лучше Казахстан будет. То есть если они будут знать, что они могут сюда приехать и делать здесь бизнес, и используя эту землю, тем лучше для этой земли. На ней будет стабильность, будет порядок и будет процветание. А вы знаете, что на вас многие ваши коллеги обижаются вот с казахфильма, потому что говорят, вот, наших казахов... Публично обижаются, или они вам сказали? Не публично, и мне говорили, что обижаются, что вот когда приезжает Тимур Бекмамбетов, Егор Кончаловский, что бы вы ни предложили, вас всегда поддерживают, вам выделяют огромные деньги, вам доверяют снимать какие-то интересные проекты. То есть что вот вам, да, но вот якобы они же уже уехали, то есть они же уже не казахстанцы. Вы знаете, вопрос провокационный, но абсолютно бессмысленный, потому что ни одного проекта в Казахстане на деньги Казахстана я не осуществил. Но кинофестиваль это же тоже казахстанский проект. Я считаю, что... я думаю, что я бы мог этот фестиваль проводить в Рязани или в Владивостоке с очень таким же успехом. Или в Лос-Анджелесе. То, что я это делаю здесь, это... Вы больше помогаете нам, получается. Я считаю, что я помогаю людям и встречаюсь, для меня это возможность встречаться с людьми, которых я люблю и которыми я с удовольствием провожу эти 3-4 дня в году. Вы мне можете спросить вопрос, готов ли я, если у меня будут съемки, бросить их и приехать, потому что я должен гарантировать, что я буду здесь каждый год в это время. Но так просто пока у меня такого выбора не было. Пока каждый раз, когда я... Когда вы приезжаете в Астану, то есть в этом либо вы свободны, да? В этом либо не свободны. То ли вот судьба так. Вы нас балуете, потому что мы, журналисты, уже ждем новых голливудских звезд, у кого мы можем взять интервью, да, то есть увидеть. Я надеюсь, скоро я вас перестану баловать звездами, потому что цель фестиваля поменялась. Мы... 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 цель фестиваля... Вы знаете, просто фестиваль состоит из двух частей, вот я сейчас вижу. Одна часть это люди из кино, живые, талантливые, с идеями, обсуждают, как, что здесь делать, как снимать эти прекрасные здания, которые построили этот город, этих людей, общаются. А другая часть это тусовка достаточно богатых, успешных и состоятельных людей, которые просто... гламурное то, что называется, которые просто... Увидеться, показать себя. Увидеться, показать себя. Эта часть меня, честно говоря, мало интересует. Я не думаю, что это важно. Я думаю, что это всегда будет, это несложно сделать. Получается, что основное время, оно как раз таки тратится на тусовки. Насколько это целесообразно? В этом году это не так. Вот в этом году как раз фестиваль этим отличается. Первый год это было важно, потому что это нужно было, чтобы это стало событием, в том числе и среди людей, среди гламурной публики Казахстана. А в этом году очень ясная цель. Казахстан будет территорией, на которой крупнейшие кинодержавы Азии, Китай, Корея, Япония, смогут договариваться, общаться и производить фильмы. Потому что если Китай, Корея, Япония свои рынки объединят, он будет больше, чем американский рынок. Это будет громадный, громадный рынок. Больше, чем американский рынок, будет в два раза. То есть китайские кинотеатры, японские, корейские, если объединятся, если это будет одна территория, где одни и те же звезды. Потому что люди внешне похожи, культуры близкие. И если они смогут создать общий, единый звезд, единый рынок, то американский рынок окажется половиной этого рынка, если не меньше. Сейчас это звучит еще как-то, ты не веришь этому, потому что, ну очень хотелось бы, потому что если у нас в Казахстане будет, и в Астане у нас будет такая киношкола, представляете, это будет, и к нам будут приезжать из... Будет, на будущий год, я уверяю вас, мы будем здесь сидеть, и то, что произошло сегодня, киношкола уже случилась. У нас есть уже киношкола, у нас приехали уже эти 90 студентов из этих стран, они провели здесь три дня, они вчера уезжая плакали и целовались. И я уверен, что через год они приедут сюда вместе со своими друзьями, и здесь будет больше людей, мы привезем больше им педагогов. И я думаю, что уже с этого года, с ноября начнутся онлайн-курсы, и к моменту, когда будет построено некое павильоны какие-то для обучения, ну съемочные павильоны, ну идет на этот год, я думаю. Вот мне интересно, когда вы едете по левому берегу, да, у нас же очень красивый левый берег, и он еще такой продуманный, у нас еще много красивых зданий, у вас никогда не возникало идеи, то есть глядя на эти новостройки, да, они же еще очень такие интересные, то есть на Акварту, у вас не было мысли, что вот здесь можно было бы снять вот какой-то элемент там для этого фильма? Да вы знаете, даже таких сценариев еще никто не написал. Нет, город очень красивый, и он может быть, вот, в нем нельзя снимать Америку, потому что Америка еще не такая, как... Не надо снимать Америку, можно же что-нибудь другое снимать, да. Да, да, ну год от будущего, да. А сейчас вы над каким проектом работаете, или у вас сейчас время отдыха? Вот конкретно сейчас не над каким. Сейчас конкретно я... Вы получаете удовольствие от этого момента, когда вот вы отсняли фильм, отдали его, сейчас он в большом прокате, и вы так можете вздохнуть и... Да, сейчас, сейчас очень хочется вздохнуть и не думать о том, какой будет следующий проект, и дать возможность ему родиться без... В течение какого времени обычно, вот вы же у вас же есть... Вы знаете, у меня очень много обязательств есть, того, что я пообещал и должен над чем работать, и должен сейчас просто выбрать, что это будет, И очень хочется оттянуть этот момент подальше, чтобы это произошло. Потому что очень высокая ответственность за этот выбор, потому что ты на два года как минимум погружаешься в какой-то другой проект с другим, с какой-то определенным количеством и определенной командой, определенной темой. Неужели вы не рассчитываете, то есть вот этот фильм, вы же уже, у вас уже профессиональный взгляд, вы же видите, что этот фильм, да, он будет успешен там, здесь, вот, вы не разрешаете, говорить, заработать. Но кассовые сборы, вы говорите, да, вот этот фильм, он коммерческий, он будет очень успешный, он, да, этот фильм, может быть, пока не надо. А, там много обстоятельств. У каждого фильма есть своя тема, то есть проблема, о которой говорится в фильме. И нужно быть уверенным, нужно понять, насколько эта тема... Затронет, да? ...будет волновать людей. То есть, вот, не знаю, фильм, там, не знаю, история Романа Джульетта, это про вражду двух... Кланов. Кланов. И если в стране нет кланов, нет вражды... Мы не поймем. ...то она никого не интересует. Про что это? Ну, кто-то с кем-то там где-то когда-то был... То есть, каждая тема, она прежде всего должна быть актуальна. Да, вот какая тема актуальна сегодня в Казахстане? Ну, в Астане, я вам скажу, это кадровые рокировки. Я вот не думаю, что простых людей, вот, я думаю, что вы говорите про очень небольшой круг людей, которые вертятся вокруг... Я вам говорю про Астану. Астана, это город, большой мегаполис, он ничем не отличается от Москвы, по большому счету. Парижа, Нью-Йорка. Люди также устроены жизнью в каждом большом мегаполисе. И есть проблемы, которые наверняка волнуют одинаково людей сейчас по всему миру. У нас глобальный мир, информация вся гуляет свободно. Проблема, ради чего... Чему учить своих детей? Например, в советское время было понятно, каждый должен быть равен, равенство, братство равен, и каждый должен трудиться ради общества, а общество должно вознаградить человека по заслугам. Ну, коммунизма не было, поэтому по заслугам. Сколько ты сделала, столько тебе общество и выделило. Это одна идея была. В Америке идея совершенно другая. Каждый кузнец своего счастья, сколько ты сам создал, сколько ты территорий смог себе отвоевать в этом обществе, не нарушая законов. Успех. Это просто философия успеха. Не служение обществу, а территорию. Философия успеха. Это американская мечта. Американская мечта, что каждый человек может стать... Богатым. Вот сейчас проблема в том, что в обществе... Ценности поменялись. Ценности, они взошли в тупик все. В Казахстане есть важная вещь, есть идея, и она была 20 лет, слава Богу, идея создания государства. То есть неважно каким способом, неважно американскими способами, советскими способами, просто нужно было создать, сохранить, создать, ну, сохранить или создать. Но мы эту идею уже реализовали. То есть мы уже живем независимо от государства. Ну, пока она реализуется, она... Вот город есть, он знак ее, того, что это произошло, фактически. Но, да, и да, и сейчас переломный момент такой. Вот что дальше? Как дальше? Вот есть государство. Ну, кино это же большая идеология. Вот как раз таки вы можете направлять. Куда? К сожалению, вот смотрите, к сожалению, да, мы можем это экранизировать. Но создать эту идеологию кино не может. Это все-таки вопрос прерогатива политиков. История о том, как когда-то создавалось государство, в прошлые времена, как сегодня создавалось. Это очень важно снимать. Это очень важно, чтобы это было снято, рассказано. И подведен итог этому процессу, который заканчивается. Но сейчас вопрос будущего. Вопрос того, какое место мы все займем вот в мире. То есть, как мы, жители этой страны, сможем повлиять на мир, изменить его. Не бывает все гладко, сладко и ровно, да? Вот с какими проблемами вы зачастую сталкиваетесь, создавая, снимая кино? Ну, с проблемами, прежде всего, самые большие проблемы, это проблемы твои собственные, проблемы сохранить чувство контакта с, вот, сохранить чувство, рецепторы, позволяющие тебе чувствовать аудиторию и жить с ней одной жизнью. Потому что, все-таки, как только ты снимаешь первый, второй, третий, четвертый фильм, после этого ты постепенно отдаляешься от реальной жизни, вот, ну, такой, в отдельный аквариум кино, киносреды, что ли, да, вот, людей, связанных с кино. И ты постепенно теряешь контакт с реальной жизнью, перестаешь ее ощущать. У тебя возникает, и вот, и без этого ты обязательно, обязательно потеряешь аудиторию, потеряешь... Но, несмотря на это, вы же живете другой жизнью, вы же не живете, как все. Это проблема. Как вы импульс держите? Нет, я вот стараюсь, не знаю, стараюсь больше ездить, но это проблема. Я вам честно скажу, поэтому, если вы говорите о том, какие сложности, самая большая сложность, это как остаться обычным человеком, который чувствует и знает, и переживает то, что переживают люди. Особенно трудно это с возрастом, потому что зритель, он в кино, он молодой, ему 18-25 лет, это основная часть зрителя. И как остаться 18-летним или 25-летним? А как вы вот с этим боретесь? Никак я не борюсь, я стараюсь общаться с молодыми, вот поэтому киношкола для меня это то, что мне кажется очень важным. И, находясь вчера, я находился среди этих, не понимающих друг друга, знаками общающихся кирейцев, китайцев, японцев. И я вдруг почувствовал, что вот это вот люди, я должен с ними проводить время, потому что только... Чтобы понимать, да. Чтобы они-то и есть... Ваши проводники, да, сейчас получается? Да, они и есть то, что позволит мне остаться в этом мире не в качестве какого-то... Ну, передо-передо сидящего, передо-передо на экране живетера. Мне кажется, тяжело держать руку на пульсе, когда ты живешь в Лос-Анджелесе, да? Не живу в одном месте. Ну, вы же жили какое-то время в Лос-Анджелесе. Да. То есть, и вот для меня, например, я в Лос-Анджелесе не была, но я представляю, что это вот прям город, куда заезжаешь и сразу встречаешь голливудских звезд. Там живут все национальности, все профессии, они ремонтируют машины, продают помидоры. Это огромный-огромный такой Вавилон, в котором кино занимает только определенную часть. И, да, она центральная, она является, как в Казахстане, например, там, нефть является стержнем всей экономики и всей жизни, так в Лос-Анджелесе это медиа. Ну, это кино, телевидение. А как часто вы сотрудничаете с казахимом? Я не очень часто сотрудничаю. Ну, вам предлагают? Или в силу своей, может быть, загруженности вы не смогли? Да, нет, у меня хорошее отношение с руководителем киностудии, с Аманшаевым, хорошее отношение с актерами. Просто это должно как-то вродиться, это не всегда в нашей власти, как это произойдет. Вот вы сейчас лучший иностранный режиссер Голливуда, да? То есть любой голливудский актер, я думаю, что сейчас с удовольствием снимется в вашем фильме, да? Вы сняли Анжелину Джули, потому что, мне кажется, договориться с Анжелиной Джули, это тоже очень сложно, да, для любого режиссера. А сейчас есть актеры, которые вам очень нравятся, которые вам импонируют, да, их игра, которых вы бы хотели задействовать в своих проектах? Вот Винценко Цель мне очень нравится. Да? То есть он не случайно приехал к нам в Казахстан? Ну, случайно уже ничего не бывает. А кого еще могли бы отметить, Кур? Майкл Фассбиндер, очень хороший. Из казахстанских актеров сейчас у вас есть кто-нибудь, на кого-нибудь вы заприметили для себя? Нет, у меня нет проекта такого. Нет такого проекта, где бы я начал об этом думать. Нет фильма... Неужели у вас не бывает такое, что вот вы видите, что действительно думаете, вот он неплохой актер, просто на заметочку себе взять? Я не хочу говорить, потому что я людям испорчу. Ну что ж, мы вам желаем хорошего отдыха. Спасибо. Чтобы вы набирались больше сил и, как вы сами сказали, то есть какой-то проект рано или поздно созреет, да? Ну а сейчас, я думаю, что с завтрашнего дня мы все пойдем в кинотеатры наши Казахстанские смотреть ваш фильм «Президент Линкольн. Охота на вампиров». Это была программа «Статус-кво». Спасибо за внимание. Смотрите нас каждый четверг на телеканале Астана.